Девушки отдыхают Девушки отдыхают Возможно повышенное содержание оксида углерода, который крайне вреден для здоровья. Вещество может стать причиной развития болезни дыхательных путей. Превысил ли оксид углерода допустимой нормой? Какие меры профилактики стоит соблюдать при сильном загрязнении воздуха? Расскажем в вечернем выпуске. Несмотря на морозы, в крае уже начинают готовиться к масленице. Кстати, сибирскую масленицу на Алтае включили в программу культурной универсиады 2019. В селе Новотырышкино в этом году выступят театральные, хореографические и вокальные коллективы страны. Организаторы надеются, что это позволит привлечь внимание к всемирной зимней универсиаде, который пройдет весной в Красноярске. Напомним, встречать сибирскую масленицу в Новотырышкино будут 9 марта. В программе фестиваля «Народные забавы», «Катание на тройках», «Хороводы» и «Жигание масленичного чучела». Продолжим. 5 тысяч семей края получат финансовую помощь для подключения к цифровому телевидению. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель самого нового Министерства Алтайского края цифрового развития и связи. Напомним, к середине 2019 года все федеральные российские телеканалы перестанут вести трансляции в аналоговом режиме в связи с полным переходом на цифровое телевещание. Поэтому жителям России, которые еще не пользуются цифрой, а также кабельным или спутниковым ТВ, нужно будет приобрести дополнительное оборудование. В Алтайском крае, по словам министра Евгения Зрюмова, решают, что необходимо предпринять, чтобы смотреть телеканалы смогли впредь и малоимущие жители края. Сначала прорабатывался вопрос, что по заявлению таких граждан будет возмещаться порядка 50% стоимости оборудования спутникового. Но, однако же, принципиальная позиция губернатора Виктора Петровича Томенко, что необходимо помочь по максимуму таким жителям. И будет возмещена 100% данной суммы, которая будет потрачена на приобретение спутникового оборудования, но не больше 4,5 тысячи рублей. Средства на это будут потрачены из краевого бюджета. Точную цифру министр назвать затруднился, отметив, что списки нуждающихся еще составляются. Но речь, скорее всего, идет о сумме в 20 с лишним миллионов рублей. Министр отметил, что для получения компенсации необходимо обратиться в социальные службы. Одновременно в крае идет активная работа по информированию населения о нюансах перехода на цифру. Например, по словам Зрюмова, в настоящее время бойцы снежного десанта помогают пожилым сельским жителям настраивать телевизоры для приема цифрового сигнала. Они не наряжают елку, а на праздничный стол обычно готовят пельмени с различными начинками. Сегодня по восточному календарю Новый год. Наступил год желтой земляной свиньи. Это самый продолжительный и долгожданный праздник в Поднебесное. Нынче он продлится до 19 февраля. Так же, как и в России, китайский Новый год – семейный праздник с пышными застольями, салютами и пожеланиями здоровья и благополучия. А вот в качестве подарков китайцы дарят друг другу красные конверты с деньгами. В Барнауле достаточно много представителей этой нации. Несколько китайских групп проходят обучение в техническом вузе. Как ребята отмечают Новый год, не на родине, и удается ли им соблюдать традиции празднования, расскажем в вечернем эфире. В 2018 году россияне делали ремонт, ездили в отпуск и покупали новые гаджеты. Статистика говорит, что мы с вами вышли на уровень потребления до кризисного 2014-го. Как в этом помогали банки, узнаем сейчас. Кредиты наличными на крупные суммы – один из лидеров спроса ушедшего года. С ними человек может исполнить ни одно и ни два, а сразу несколько своих важных желаний на комфортных условиях. Как отмечают в самом банке, одна из отличительных особенностей кредитов от Восточного – ориентация на нужды клиента. В банке стараются подтвердить это и своим новым продуктам. Мы предлагаем клиентам больше покупок вместе с кредитом «Большой сезон». Его особенность – фиксированная ставка 9,9% годовых при любой сумме – от 80 тысяч до миллиона рублей наличными. Если вы не успели исполнить все свои желания в прошлом году, то все возможности для этого есть сегодня, вместе с «Большим сезоном» от Банка Восточной. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» – в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Морозы не покинут пределы региона. В Олейске – 27 градусов мороза, в Рубцовске – до 26, в Бийске – Белокурихе – минус 25. В Барнауле ясно, ветер северо-восточный, умеренный – до 25 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова